Мы обсудили весь комплекс вопросов, почти 5 часов. Кстати, мы с Путиным выработали план переговоров. МИДы, правительство, президенты, эта формула была разработана до выборов. Прежде всего мы обсуждали вопросы энергетики. Мы не погружались в конкретные цифры и прочее, но, как мне докладывал Семашко, наш посол, он же и вице-премьер, он ведет переговоры с энергетиками в России, совсем, говорит, другие люди. Можно разговаривать и по ценам, и так далее, и тому подобное. Доступ на рынки. Путин сам предложил. Давай активизируем наши холдинги, крупное промышленное предприятие. Пусть руководители встречаются, министры. Надо, чтобы они сами встречались и торговали таким образом между собой. Окей, меня это устраивает. По поводу кредита. Должен вам сказать, что это было мое настояние. И премьер, и министр финансов мне предложили выплатить этот кредит. В этом году мы миллиард должны им были по старому нашему долгу миллиард вернуть. При всех сложностях мы готовы были вернуть этот миллиард. Это не новый кредит. Это была моя просьба к руководству России о том, что мы этот миллиард в этом году вам не выплачиваем, оставляем себя и переносим на будущий год. Процент там приемлемый. То есть это вопрос рефинансирования. Путин предложил параллельно с вот этими контактами руководителей предприятий, холдингу крупно, говорит, слушай, давай еще активизируем региональное сотрудничество. Я говорю, в конце сентября будет форум регионов. Мы начнем интенсифицировать общение губернатора с губернатором. Это великое дело. Они там решат многое. И вот у меня Семашка уже по пути из Сочи ночью докладывал, что они с министром промышленности проехали по России и 290 миллионов долларов контрактов привезли. Белазы, там МАЗы и прочее, прочее. Заключили договор. Слушайте, треть миллиарда – это большие деньги, то есть надо шевелиться. Особое внимание уделили ВПК и по обороне. Это было мое предложение. Мы должны проводить учения, мы не должны смотреть на то, что о нас там кто-то скажет. Армей, которая не воюет, это не армия. Тут хоть надо учения проводить. Также очень серьезно говорили о переориентации грузопотоков с Прибалтики на Питер, на Ленинград. Я ему сказал прямо, если вы предложите такие условия, как мы имеем в Прибалтике, нам все равно. И знаю, что я еще не улетел из Сочи, он дал распоряжение все это посчитать и провести на следующий счет переговоры. Продолжение следует...